дорогие коллеги добрый день рада вас приветствовать от лица компании керсон интернешнл управляющий компанией брендами one and only и atlantis the palm зовут меня виктория кузнецова я работаю в московском представительстве керсон интернешнл сегодня с большим удовольствием перенесу вас в мир дали от сойты с курортом atlantis the palm и хотелось бы сказать что у нас хорошие новости с сегодняшнего дня дубай принимает международных туристов в аэропорту дубая начали приземляться на самолеты из разных стран из европы из ближнего востока поэтому наш вебинар сегодня актуален как никогда именно с точки зрения того что страна открыта и очень надеемся что в скором времени наши туристы смогут посетить замечательный мир от дубай и так atlantis the palm скажите на видите ли меня хорошо ли вы меня слышите сейчас я посмотрю в чате как у нас тут дела да фиг на меня слышно и так начнем путешествие по дубаю в мир волшебства мир детства поскольку действительно atlantis the palm переносит нас в замечательную историю открытий расположен atlantis на культовом острове паун джумейра на полумесяца который обрамляет полуостров палм джумейра и действительно уже в течение многих лет а атлантис уже больше 10 лет курорт задает высочайшие стандарты в индустрии гостеприимства и такие беспрецедентные времена постковидного или даже еще к сожалению к видного где-то режима атлантис предлагает гостям полную безопасность здоровья и уже нужно сказать на момент того как гости попадают на курорт происходит обработка их багажа на въезде и на выезде в том числе установлены термальные камеры для измерения температуры тела круглосуточно оказывается медицинская помощь в сотрудничестве с лучшим госпиталем дубая по всему курорту установлены средства для дезинфекции рук и средства индивидуальной безопасности также предлагаются и в номерах меню на обслуживание в номерах и спа-центра максимально выводится на телевизионные панели установлены в комнатах рестораны у нас работают в связи с распоряжением правительства дубая с 30 процентной загрузкой соответственно между столами соблюдать социальная дистанция по два метра минимум пять человек за одним столом разрешается но при этом на самом деле курорт работает работает аквапарк работают пляжи работают рестораны и на благодаря такой особой заботе специальной команды гости могут чувствовать себя в безопасности мы подготовили целый флайер где более подробно описано какие же меры принимаются на курорте все это не помешает на самом деле окунуться в мир вдали от суеты территория курорта большая может быть в какие-то моменты не особо нужно специально задумываться соблюдение социальной дистанции 46 гектаров из них практически 17 отводится под аквапарк хотелось бы сказать о том что все номера на курорте реновированы 1548 номеров и мы далее с вами посмотрим о том что как выглядят новые номера да россияне пока россияне не могут выезжать в дубай из минска могут ли россияне поехать надо уточнить этот вопрос на самом деле насколько возможны такие стоповары через минск а потом будем отвечать на вопрос разберемся да значит половина территории курорта занимает аквапар который тоже хочу уже сказать что он работает и проводится тоже очень тщательная обработка и водных горок добавляются и медицинские санитайзеры и контакт водок горок именно с санитайзером увеличен гастрономический курорт атлантизы палм и для наших гостей 31 ресторан и бар включая 5 ресторанов известных шеф-поваров работает спа и фитнес-центр шеки спа тоже с соблюдением мер безопасности пока не работают сауна и влажные зоны но тем не менее возможно же услуги маникюра педитюра дельфинари долфин бей работает и вы здесь можете про эти разные программы взаимодействия с дельфинами можете плавать с ними на глубине если у вас есть сертификат дайвера это удивительное ощущение когда дельфин увлекает вас на глубину или вы можете с ними взаимодействовать на мелководье играть фотографироваться они могут нежно поцеловать щечку на самом деле потрясающе совершенно теплая надолго запоминающиеся эмоции общения с этими чудесными млекопитающими действительно как только вы попадаете от курорта атлантис вы совершаете такое путешествие полное открытие в морском мире морские мотивы уже на входе на курорт в лобби дают и себе знаете вы видите стеклянную инсталляцию очень известную воплощающую сущность всех морских обитателей росписи с изображением истории древней атлантиды и конечно гордость атлантис это океанариум в котором обитает 65 тысяч морских обитателей и совершенно недавно курорт удостоился премии и получил аккредитацию всемирной организации зоопарков и аквариум как признание того что уход за морскими млекопитающими у нас осуществляется на самом высочайшем уровне и на самом деле можно и экскурсии в закулисье совершить посмотреть как вновь прибыльщие в аквариум обитатели проходят карантин как их кормят как водолазы чистят аквариум если кто-то заболевает как этих морских обитателей подлечивают на самом деле замечательная такая экскурсия в закулисье и есть у нас музей подводного мира где также в лабиринтах затерянных залов можно увидеть аквариуме с остатками затонувшей атлантиды с имитацией остатков затонувшей атлантиды и кроме того эти аквариумы имеют интерактивные панели и на них можно узнать собственно на тех рыбах которые в этом аквариуме обитают это могут быть и буквально и маленькие какие-то медузы и причудливые мурены который обитает в своих пещерках и конечно же песчаный собственный пляж протяженности 1 километр 400 метров и часть этого пляжа а именно 700 метров отводится под аквапарк аквапарк несмотря на то что появляются в дубае новые водные развлечения по-прежнему лидирует в кусок костей аквапарка и по версии TripAdvisor он уже много лет является аквапарком номер один на ближнем востоке действительно у нас здесь две потрясающие башни месопотамском стиле посейдон и нептун у нептуна семь горок и одна из них который называется прыжок неизведанный почти вертикальный спуск на полуоткрытом желубе и вы попадаете на огромной скоростью 60 километров в час для человека большая скорость в бассейн с акулами и через акриловый тоннель можете посмотреть за этими акулами правда этот скоростной очень аттракцион есть и более неспешный где вы можете по закрытой трубе на круге одиночном или вдвоем также спуститься и уже на выезде любоваться акулами которые окружают вас в акриловом тоннеле кроме того аквапарк наш предлагает возможность общения с морскими обитателями у нас есть пункт наблюдения за морскими котиками для тоже можно и не узнать с ними фотографироваться про дельфинарии мы с вами уже поговорили аквапарк и музей подводного мира бесплатно не ограничены для всех гостей проживающих на курорте и кроме того у нас можно совершить дайвинг в лагуну аббасадор и если у вас есть сертификат дайвера и здесь также можно покормить скатов под руководством аквариумнистов продолжая тему развлечения для всех семьи это развлекательный центровый хаус где расположен аттракцион для серфинга с искусственной волной и каждый может здесь попробовать свои силы и очень удачно аквапарк на стыке с аквапарком расположен в хаус поскольку здесь при выходе из аквапарка например на обед вы можете спокойно в непринужденной обстановке пообедать здесь такая обстановка гастропаба и пляжного какого-то бара вечером здесь также можно отужинать поскольку ресторан входят в полу пансион и кроме того большое разнообразие развлечений для всей семьи очень правильно гармонично зонированное пространство с одной стороны боулинг с другой стороны на массы игровых автоматов есть мягкий лабиринт и в то время пока взрослые будут трапезничать дети с большим удовольствием на могут поиграть в разные игры далее что я хотела бы вам рассказать что еще нужно сделать в атлантисе а в атлантисе можно погрузиться на дно лагуны амбассадора в рамках такого аттракциона который называется акватрек экстрим или акватрек акватрек это пассивное погружение на дно на глубину 3 метра патрек экстрим один из самых глубоководных аттракционов это уже погружение на глубину 10 метров до этого нужно просто одеть шлем куда подается достаточное количество кислорода чтобы вам было комфортно на передвигаться и пожалуйста вы как садков в морском царстве государстве идете под нос сопровождение гида вы также можете воспользоваться камерой gopro и это путешествие например записать и я стою она останется у вас на всю жизнь кроме того любители йоги могут в музее подводного мира пройти сессию йоги и как раз во время осан любоваться на эквариумы обитающих и на морских обитателей ну и конечно наши экстремальные спуски в аквапарке аквавенчи нужно сказать что мы будем делать продолжать реконструкцию аквапарка и будет еще одна башня с которой тоже будут самые самые экстремальные и очень длинные по окруженности новые горки поэтому мы вскоре вам представим продолжение аквапарка и так если мы говорим о категориях номеров напоминаю весь номерной фонд в атлантисе был в конце прошлого года реновированы здесь видим картинки именно уже с новым напольным покрытием номерах номера имеют выход или на море тогда у них название есть приставка оушен или на пальмовый остров тогда у них есть приставка пал соответственно уже на этапе бронирования вы можете выбирать номера с одной кроватию или с двумя кроватями и размещение в номере с одной кровати двое взрослых один ребенок и один инфант в номере с двумя кроватями двое взрослых двое детей один инфант в атлантисе дети считаются до 14 лет круглый год 1399 еще вы видите что в номерах есть дополнительная кушетка как раз на которую могут комфортно размещаться дети а те номера которые с одной кроватью имеет балкон чуть больше номерах к с двумя кроватями балкон чуть меньше зато площадь номера чуть больше и у нас есть новая категория номера которая называется на ту в эту на фэмилирум которая по сути представляет из себя гарантированная коннект двух номеров с конфигурацией queen и king поэтому уже даже не надо поле по запросу запрашивать подтверждение коннект номеров выбирая эту категорию вы гарантированно получаете два номера рядом гости которые живут у нас стандартных номерах пользуются такими привилегиями как ежедневный доступ а пока аква венчи бесплатный ежедневный тоже бесплатный доступ в музей подводного мира лос чемберс одно бесплатное посещение детского клуба и клуба для подростков и скидки на программы с дельфинами особое внимание хотелось бы тоже уделить клубным номерам потому что это персонифицированный сервис рамках такого большого курорта как atlantis the palm и на самом деле особый особые отношения гости уже чувствуют как только они прилетают в аэропорт и встречать бесплатный трансфер который предоставляется в обе стороны по приезду на курорт они уже могут пройти бесплатную они могут пройти регистрацию в клубном лаунжа imperial club lounge это очень большое пространство площадью 3000 квадратных метров и она есть специальный уголочек для детей здесь сервируются бесплатные завтраки в течение дня здесь можно перекусить и выпить каких-то напитков мороженое что для детей очень удобно вечерами здесь в счастливые часы сервируется алкоголь кроме того гости которые живут у нас клубных номерах получает неограниченный доступ детских клубах для подростков могут пользоваться пляжем для клубных номеров и также для них есть две процедуры по цене одной в нашем спа-центрах далее чтобы хотелось еще сказать чем выше категория номеров тема большими привилегиями пользуются гости и среди наших сьютов уделяется три таких категории номера как террас клуб сьют с большой террасой меблированной здесь есть возможности трапеза есть есть возможность загорать с потрясающими видами например на пальмовый остров следующая категория номера это экзекитив сьют с большим внутренним пространством и который составляет почти 100 метров квадратных и регал клуб сьют площадью 164 метра квадратных это уже возможность наслаждаться большим внутренним пространством и также террасой и есть возможность коннектировать сьют со стандартными номерами в таком случае у вас получается номер с двумя спальнями что очень удобно для размещения или большой компании или большой семьи клубные люксы имеют привилегии помимо доступа в клубный лаунж и бесплатного трансфера трансфер здесь уже осуществляется на автомобиле более высокого уровня чек-ин здесь он будет уже в лаунже royal much less на первом этаже ежедневные бесплатные счастливые часы не только в клубном лаунже но и уже и в ресторанах некоторых и бесплатные 30 минутные тренировки с личным тренером особая роскошь это конечно семь супер люксов в атлантисе куда входит самый просторный люкс royal bridge suit который расположен как раз над аркой на мосту соединяющим две королевские башни и отдельный лист поднимает на 22 этаж в королевские покоя с тремя спальнями в интерьерах здесь и арабские мотивы и совершенно роскошные люстры с просторно балконов вида открываются панорамные обеды и ужины за столом на 16 персон и еда подается на тарелках из китайского фарфора президентский сьют гранд атлантис ют который тоже выполнена в золотистых изысканных тонах две спальни отдельной ванны также столная на 10 персон тоже очень просторные виды открываются стирас а изюминка это конечно наши подводные и очень романтичные сьюты нептун и поседон трехуровневые сьюты на площади 165 квадратных метров отличаются они тем что на нижнем самом уровне из ванной и спальне открывается вид на лагуну амбассадор который как я рассказала обитает 65 тысяч морских обитателей и круглые сутки на ваше усмотрение вы можете любоваться за удивительным подводным царством все гости которые живут в наших фирменных люксах пользуются услугами личного дворецкого 24 часа в сутки также имеют доступ в клубный лаунж также и пользуются транспервом аэропортом в обе стороны также им предоставляется индивидуальный шатер кабаны уже две бесплатного посещения программ знакомства с дельфинами и индивидуальный чек-ин проводится уже в люксе без какой-либо необходимости задерживаться в лобби атлантис постоянно радует какими-то новыми развлечениями и являясь пляжным таким направлением конечно он законодатель стильного пляжного отдыха что и предлагает пляжный клуб white beach пляжный клуб платный для гостей и проживающих на курорте и те гости которые хотели бы просто провести время на атлантисе но не проживают на курорте тем не менее если вы хотите такого средиземноморского стильного отдыха то это пожалуйста сюда потому что и вписывается он очень гармонично в окружающую среду white beach и деревянные беседки и лежаки на деревянном настиле с подушками здесь постоянно играет музыка очень прогрессивный диджей электронной музыки выступает и здесь расположен прям непосредственно ресторан white очень гостеприимный с стенами от стекла из стекла и от пола до потолка и тоже очень органично в морскую тематику вписывается здесь в интерьерах только натуральные материалы и железо цемент дерево камень и совершенно потрясающее меню средиземноморской кухни из личности баса сатэ креветок ассорти и устрицы крабы и лобстеры все что желаете и продолжая конечно тему гастрономии хотелось бы выделить ресторана известных шеф-поваров которые есть в атлантисе это прежде всего bread street and kitchen and bar это ресторан гордона рамзи с британской кухни с потрясающим тоже индустриальным дизайном вообще все рестораны в атлантисе отличаются не только своей потрясающей национальной кухни которую не предлагает но они все выдержаны в определенном дизайне от которым работали действительно профессионалы но в это японская кухня ты же мишленовского шеф-повара новому сухиса ассиана очень романтичный ресторан именно потому что из этого ресторана открываются виды на нашу лагуну амбассадор и во время трапез вы можете любоваться за морскими обитателями а можете воспользоваться услугами на водолаза организовать для себя или для своих близких флешмоб например водолаз появится с табличкой предложение руки и сердца или с ним рождением действительно будет незабываемые эмоции прекрасное блюдо из морепродуктов в ассиану ронда лакотели это ресторан домашней итальянской еды под руководством джорджио лакотели хотя надо сказать что и bread street and kitchen и бары ронда лакотели семейные рестораны которые потрясающие пятничные вранчи проводят и дети здесь тоже могут принять участие в мастер-классах их непременно оденут в поварскую одежду для того чтобы они чувствовали себя действительно в образе поваров и научиться готовить замечательную пиццу и ресторан хакасан высокая кантонская кухня тоже один из фирменных ресторанов курорта atlantis the palm нужно сказать что не только возможность есть у вас ежедневно посещение ресторанов но проводятся и целые кулинарные феери во время которых можно какие-то специальные сеты попробовать например излюбленный сет новому цухи со из 9 блюд которые он рекомендует и предлагает нашим гостям другой стороны можно принять самими самим участие в мастер-классах или отведать ужин который приготовлен был известными шеф-поварами в четыре руки а когда проводят проходит проходит цирк декузин он проходит несколько раз год вообще атмосфера бразильского карнавала когда жонглеры артисты цирка перемещаются по территории курорта и создают действительно праздничное настроение стейк-хаус сифар это бруклинская эстетика потрясающее мясо и потрясающий совершенно винный бар про white beach ресторан средиземноморской кухни я уже рассказала вам про вкусняшки такие а ямно ливанский ресторана с танцами живота и воями также сервируются и завтраки поэтому конечно с удовольствием приглашаем обедать за кухню разные разные совершенно вы в хаус ресторан находится в развлекательном центре в хаус и здесь и обед и ужин много на кафе и таких ресторанчиков где можно в течение дня просто перекусить какой-то бургер или салат или десерт или мороженого к ним относится и beach buns и the age и есть разные ресторанчики которые находятся на территории аквапарка шафроны калейдоскопы рестораны которые у нас работают на олдый даннинг со шведским столом и хотел бы сказать о том что у нас есть такая система питания не просто полупенсион есть еще питание на платином хаффборд который подразумевает себя напитки за ужином и распространяется эта система на 9 ресторан в том числе и мишленовских ей очень удобно когда не нужно за ужин платить за каждый стакан воды нужно приобрести алкогольный или безалкогольный пакет по законам ой алкогольный пакет приобретается только для гостей старше 21 года вот и таким образом например сделать свой ужин на более комфортным это пожалуй все что я хотела вам вкратце рассказать про атлантис запал если будут у вас по ходу вопросы по да по курорту буду рада вам рассказать хочу только понять если моя коллега юлия орлова в эфире которая смогла бы дальше вам рассказать уже про курорты one and only royal mirage с вашего позволения спрошу как если юля в эфире слышит ли она меня может ли подсоединиться может быть она и подсоединиться а я пока расскажу вам про юлия есть всем добрый день подсоединилась тогда я еще с твоего позволения поставлю для наших гостей видео атлантиса чтобы вообще переход потом к нашим спокойным и безмятежным в ананонде был совершенно контрастным а потому что атлантис это конечно место где жизнь кипит круглые сутки и здесь вика ваше 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Давай слово, я его поймала. День солнечного, тёплого Дубая. Знаете, я живу в Дубае уже 14 лет, и когда я вот только приехала, это было действительно жарко-жарко. И говоришь только одно слово «жарко». Когда уже вливаешься в атмосферу, а потом переходишь в отдел продаж, когда начинаешь продавать направление, то слово «жарко» переходит потихонечку в слово «тепло». Тепло или очень тепло. Поэтому, да, достаточно тепло и хорошо. Но, как заметила Даша, спасибо большое за поддержку, Даша, в нашем направлении. Как в вашей ситуации сейчас в этой коронавирусной, может быть, уже куда-нибудь, да? И я должна отметить, у нас есть гости, которые прилетают в середине июля, чего раньше никогда за 14 лет я не видела, чтобы просто отдохнуть, насладиться простором свежим. Но, как говорится, в роскоши. Поэтому в этом году лето актуально, и у нас тепло и хорошо. Ну, смотрите, самое главное, что хотелось бы сегодня понять, как этим всем управлять. О, получается. Royal Mirage. One and only Royal Mirage и one and only The Palm – это то, о чем мы сегодня будем говорить, ну, вернее, я. И я очень хочу, чтобы, пожалуйста, вы участвовали в нашем таком обсуждении сегодняшнем и использовали как можно, возможно, чаще чат. Я буду читать и буду отвечать на вопросы. То есть будет достаточно интерактивно. Потому что сегодня важно понять, можно отправлять в Дубай, что нужно делать и какие требования. И, конечно, какой отель отправить? У нас же 700 отелей. 700 отелей и 128 из них пятизвездочных. То есть вот я хочу сегодня ответить на вопрос, почему из 128 пятизвездочных отелей для самого взыскательного, требовательного и сложного клиента можно и нужно предлагать отели One and Only Royal Mirage или One and Only The Palm. Это такое предисловие. Ну, вот если мы посмотрим на карту, которую я вывожу всегда, знаете, во время презентации, чтобы показать, насколько Дубай стал динамичным, развитым, сколько здесь всего. И вот этих маленьких-маленьких точек вокруг нас и торговый центр, и курорты, и пляжи, и водные каналы, и небоскребы – все есть рядом. И мы находимся в очень хорошем месторасположении, которое называется Дубай-Марина. Это престижно, это Джумера-Роуд, это круто. И 20 лет назад вот этого всего ничего не было. Был просто бесконечный пляж и бесконечное море. И вот как раз на берегу моря открылся дворец Палас 20 лет назад, который позже стал называться One and Only Royal Mirage. Да, это был Royal Mirage. После того, как была построена Пальма, мы также запечатлели свое присутствие на ней в виде путикового стильного шикарного отеля One and Only The Palm. Нас разделяет ровно 7 минут на лодочке. У нас лодочка ездит каждый час, курсирует между отелями, и она бесплатна для гостей, проживающих в том или ином курорте. Мы также недалеко находимся от Экспо. Мы все знаем, что Экспо перенесли на следующий год, и буквально от нас 15 минут на автомобиль. То есть место расположения очень хорошее. И я уверена, вы все это знаете. Но иногда, знаете, вот вроде знаешь много, а точечно, чтобы сказать, почему это хорошее месторасположение, я думаю, ответила на ваш вопрос. One and Only Royal Mirage. Когда я пришла сюда два года назад, вопрос, в каком именно отеле останавливались ваши гости, мне отвечали зачастую Royal Mirage. То есть сегодня вот важно еще понять, какому гостю предложить какой из корпусов, потому что у нас их три. Мы видим три корпуса. Вот левый, называется палац, дворец, он очень событийный. Почему событийный? Потому что мы видим, что из гостей профайла, из профайла гостей, которые приезжают гости, они именно приезжают отметить какое-то событие. Мы очень много видим дни рождения, мы очень много видим свадеб, мы очень много видим годовщин свадеб, опять-таки. То есть событийное событие. Я сама лично помогала одному агентству, и мы выбирали цвет шариков для дня рождения пятилетнего ребенка. Вот, поэтому вот настолько и выбирает палац. Он очень любим всеми. Он самый левый, он самый первый, 220 номеров. В середине находится у нас резидент и спа. Почему? Потому что резидент 4 мы видим корпуса, бассейн и вот еще здание под номером 19, это и спа. Сейчас, во время коронавируса, что у нас работает? Самое первое, отвечу на вопрос. Работает, всегда был открыт резидент. То есть, когда все это началось, было принято решение закрыть палац Робинкорд и оставить резидент. Резидент работала всегда. Вот эти 48 номеров, 4 корпуса пользуются большой популярностью. Из трех вилл, вот я сейчас пытаюсь отвести, да, одна из них, мы ее управляем, у нас две, одна вилла есть, двухспальневая. Сейчас, 16 июля, мы открываем Робинкорд. И должна отметиться, у нас уже есть гости непосредственные из России, приезжают погреться на солнышке, как я сказала, в Робинкорд. Робинкорд очень любим всеми. Почему? Потому что у нас много коннекшн номеров, которые мы подтверждаем во время бронирования, и в целом он очень просторный. Хочу отметить сразу, вот, как бы, да, чтобы мы запоминали. Робинкорд, семьи, и в этом году мы сделали нововведение, что в простом номере можно разместить двое взрослых, двое детей до 12 лет. До 12 лет. То есть раньше, как всегда, нужно было брать всегда второй номер. То есть сейчас, пожалуйста, имейте нас в виду, когда у вас есть семья, когда гости предпочитают более такой спокойный отдых, но тем не менее у них есть дети, пожалуйста, выбирайте Робинкорд Резидент. То есть на вопрос, кому роял Мираж, кому пальму, мы тоже ответим, Светлана, спасибо за вопрос. Вот, поэтому вот три у нас корпуса на территории всего 26 гектаров. А всего это 440 номеров, да, суммарно. Ни много, ни мало. Но о чем это говорит, что вот при полной загрузке, допустим, это может быть, ну, максимум тысячи человек, тысячи сто. На 26 гектаров это ни о чем. Да, есть пример отелей, когда вот на таком же промежутке размещается 5000 человек. То есть вот здесь, опять-таки, большое различие в нашем отеле. Почему еще выбирают Роял Мираж? Конечно же, свой пляж. Я уверена, у кого-нибудь из вас будет вопрос по стройке, пожалуйста, спрашивайте. Стройка у нас, вы все знаете, проект находится в море на расстоянии 800 метров. То есть как гости это видят? Это видят, а, да, там строится здание. То есть это сейчас не шумно, это просто визуально вы видите. Но расстояние как бы 800 метров спасает. Прекрасная у нас вот сейчас очень модная или важная социальная дистанция. 2-3 метра между лежаками. Все это у нас соблюдается. И до коронавируса должно отместить. Вот эти фотографии были сделаны давно. Это и есть принцип аналогии Роял Миража, когда у вас у всех есть достаточно места. Шатры, которые мы видим на правой картинке, это закреплены за гостями, проживающими в категории сьют. То есть гость приезжает в категорию сьют, помимо всех привилегий, которые еще есть у них, то есть это услуги дворецкого, если 5 ночей они живут в сьюте, у них есть кредит на спа, который можно использовать в 100 долларов, и своя, пожалуйста, кабана, все эти бенефиты, которые называются, и которые прописаны в контракте. Так вот, один из них, этот шатер кабана, либо на пляже, либо возле бассейна, гостям предлагается, за ним не нужно бегать, в 5 утра вставать не нужно, этот шатер всегда будет для гостей. Еще такое большое успокоение для нас с вами, потому что я знаю, что для вас это тоже важно становится потом, гости звонят вам в первую очередь, то есть мелочь, но приятно, как говорит моя мама сильно. Очень красиво ухоженные сады. У нас есть целый отряд садовников, которые с утра до вечера и подстригают, и украшают, и следят. И вот за этим ощущением садов таких, знаете, райских, приезжают, конечно же, гости ванны нули Роэл Мираж. Ну и самое главное, они приезжают сюда, потому что у них ощущение, что они единственные на всем курорте, во-первых, мало кого видишь всегда, а во-вторых, весь сервис настолько персонифицированный, как наша Вика говорит, что гостям это нравится. Мы знаем все предпочтения гостей, что им нравится, когда им нравится, как им нравится. У нас очень дружественные отношения с гостями выстраиваются, и это очень приятно. То есть вот за этими ощущениями приватности, индивидуального подхода, небольшого скопления людей, а сейчас это важно, все спрашивают, какого там загрузка, и за роскошным таким стильным отдыхом приезжают вам ванны Роэл Мираж. Должна поделиться с вами процент повторяющихся гостей у нас 40. А во время вот новогодних каникул был 98% уровень удовлетворения гостей. То есть все были очень довольны. Если говорить о паласе, атмосфере, я всегда его называю паласом, да? Это арабская сказка. Это действительно традиционное такое невысокое здание. Встречает вас статуи из золотых верблюдов, звук гонга, и вы доходите в себя в этом лобби, которое действительно вы чувствуете, ой, я принц, принцесса, король, королева. Большой бассейн, действительно очень просторный большой бассейн, так как номеров всего 220, вот есть большой бассейн, есть еще индивидуальный для гостей, для взрослых. То есть никогда большого скопления нет. Из 220 номеров, что мне приятно, как отдел продаж, допустим, да, все очень легко запомнить. Вот это стандартный номер Deluxe Room, 45 метров квадратов. Вы просыпаетесь, смотрите в сад и, конечно, в море. Вы просыпаетесь под пение птиц. Это Deluxe номер. 2 плюс 1 здесь. Если в Arabian Court я сказала 2 плюс 2, здесь 2 плюс 1. Дальше идет номер Suite, One Bedroom. То есть своя гостиная и спальня. То есть есть Deluxe, есть One Bedroom, а если вместе соединить, будет Two Bedroom. Все очень просто, действительно, и на самом деле, и вам это легко, потому что вы будете знать, а, это так, это так, а это так. Также есть такие же категории номеров с приставкой Gold Club, потому что это клубные номера с клубными бенефитами. Пожалуйста, все. Очень легко, очень традиционный и самый красивый номер, конечно же, у нас королевский, спальня, богато оформленный, их всего два. За рестораном. В целом в отеле действует система полупансион. Он есть всегда. Он есть всегда и на всех. И все по ресторану участвуют. Разница в том, что в некоторых ресторанах это буфет, в некоторых это сет-меню. То есть, вот мне хотелось бы сейчас уделить внимание нескольким ресторанам, которые мне тоже хочется, чтобы вы запомнили. Один из них это Celebrities. Celebrities, он всеми известный, он находится в Панасе. Это французская кухня. А в том году мы подписали партнерское соглашение с Мауро Калагрего. Мауро Калагрего, он первый не француз, который получил звезду мышленов во Франции. У него есть свой ресторан Мир Азур на французской ривьере, который в том году занял позицию, самый лучший ресторан в мире. То есть, вот такой уникальный человек, заведует кулинарией не только Celebrities, но и Beach Bar and Grill. Два ресторана под руководством этого шеф-повара. Очень вкусно и оригинально. Паджин – это марокканская сказка. Это настолько вы окунаетесь в эту атмосферу, что вы запомните каждый момент проведенного этого ужина. 8 лет назад со своим супругом мы отмечали пятилетие свадьбы, и ужин у нас был в этом ресторане. То есть, когда я еще здесь не работал, но я помню каждую деталь. Я помню эту свечку на столе, я помню эту розочку, я помню эту вкусную еду, это оформление. Очень интерактивный сервис, музыка арабская. То есть, вот для чего-то такого особенного, и опять-таки поэтому гости выбирают палас, это, конечно, паджин. Оливс всеми любимый, это средиземноморская кухня, он находится возле бассейна. То есть, многие гости идут на завтрак, а потом сразу идут уже в бассейн. Конечно, я не ожидаю, что вы запомните все рестораны, но мне хочется, чтобы вы запомнили вот эту атмосферу, какие-то детали. Целебритис – это значит известный шеф-повар. Паджин – марокканская сказка. Оливс – это значит возле бассейна сразу очень удобно. Джетти Лаундж – сейчас он оперирует, тоже работает он. Джетти Лаундж – это лаундж-бар на Прежу, работает с 4 часов до 11 сейчас. Коктейли, музыка, диджей. Ну, конечно, сейчас диджей еще нет, но в хорошую погоду вид на море. Это очень приятная атмосфера, и она ненавязчивая. Ненавязчивая, очень многие любят. То есть запоминаем, опять-таки, Мауру Калагрего, самый лучший шеф-повар во Франции в 19-м году, его ресторан. Два бассейна, помните, я сказала, один и один только для взрослых. Были у нас в том году прецеденты, вот гости говорят, я хочу здесь остаться, вот хочу здесь остаться. Если одни, то да, с детьми нет. А Рэбинкорт, вот между корпусами тоже важно привести разницу, да, мне спрашивают, Юль, ну какой лучше? То есть если я сказала по ощущениям, палац это более узкие коридорчики, это низкие потолки, это традиционный арабский подход, то Рэбинкорт это вот светло, просторно, драматическая архитектура. Вас встречает этот фонтан с розами, кто из вас был, это невозможно забыть. Особенно если между, попадете в четырех или пятью часов дня, когда коллега вот запах, коллега, все, запуталось, коллега меняет эти лепестки, рост это становится целым ритуалом. То есть вот А Рэбинкорт, это более современный подход. 50 квадратов, то есть побольше номера мы видим, да, больше света, и вот в этом номере можно разместить двое взрослых и двое детей. Также есть категория номеров с ют прекрасные, и в том году мы сделали обновление, к которым я вернусь после представления ресторанов. В А Рэбинкорте три ресторана есть. Озон, он действительно всеми любим. Вот вы проходите по этому деревянному мостику между бассейнами и находите себя в азиатском таком ресторане. Очень вкусная еда. У нас там террасу мы продлили возле пляжа, то есть очень даже рекомендуем. И индийское безумное вкусное это ресторан Нина. Главный ресторан Ратиссари. То есть здесь три, в паласе четыре, и один у нас в Рэзеринсен-спа. Летом сейчас, сегодня буду высылать предложение вот в этом самовар-лаунже. Так как помните, я сказала, мы открываем Аравинкорт. И в паласе есть клубные номера, а в Аравинкорт нету. Но мы сейчас, вот я буду отправлять, значит, запускаем предложение. Аравинкорт самовар-лаунж-саплемент. То есть можно заплатить небольшую сумму. И, пожалуйста, вот те, кто любит послеобеденный чай, те, кто любит вечером коктейли с шести до восьми часов будет, это, пожалуйста, будет проходить в лаунж. И я очень рекомендую, чтобы когда у вас все будет открыто, вы это тоже рекомендовали. Здесь тоже бассейн один большой, просторный. Обновления в том году были сделаны одного крыла. То есть Аравинкорт, он вот такой, да? Мы обновили одно крыло. Во втором крыле на следующий год будет обновление тоже. То есть вот так выглядят обновленные, красивые, безумно светлые номера, как принца и принцесса. Если вам принципиально важно, чтобы гость был в новых номерах, пожалуйста, пишите. Мы с Анакартом все с вами, все для вас сделали. Очень много обновлений тоже было сделано. В самом ротиссере, ресторане. То есть очень стало светло. Сейчас, секунду, я попыталась, по-моему, попыталась переключить технологии века. Вот. И не туда нажала. Сейчас мы видим. То есть посветлее стало. Презентация достаточно такая большая у нас. Резиндсен-спа. Помните, я вам показывала в середине? В середине четыре корпуса. Вот за ощущением домашнего такого уюта приезжают в Резиндсен-спа. Всего 48 номеров. И хорошо, если, допустим, большая семья, да? Мы можем здесь в одном корпусе их разместить, пожалуйста. По архитектуре это более такая грант, грант мебель, более дерево мы очень много видим. Здесь тоже все очень просто. Простой номер Prestige Room, Junior Suite и Executive Suite. И одна вилла у нас, как я говорила, двухспальневая, безумно красивая. Она полностью обновленная после ремонта. Ее, к сожалению, мало бывает в наличии, но, пожалуйста, имейте в виду, когда у вас есть запрос на виллу, спрашивайте. Я надеюсь, мы с вами одну виллу хотя бы сделаем каждый месяц. Это так, позитивный настрой, да? То есть вот за ощущением полного, как говорится, отчуждения, приватности, резиденции, спа. Сейчас во времена коронавируса очень пользуется большой популярностью. Давид у нас проходили съемки для арабского телевидения. И настолько вот прям показаны детали, настолько внимания уделяется всем протиранием столов и санитизации, что это прям вот невозможно не отметить, что сейчас чистота на первом месте. Конечно, я не стала вам рассказывать про все санитарные нормы. Я уверена, вы знаете, что вананолли – это бренд, это качество, и все у нас будет соблюдено. Мы готовим сейчас флайер, который тоже вам пошлем и расскажем, что у нас есть. Спа. Обновление. Разрешили нам спа оперировать, да? Но не хамам. Не хамам и не сауну. А так, пожалуйста, принимать процедуры завтрашнего дня уже можно. Вот. И это что касается нашего великолепного спа. Очень много детишек к нам приезжает на самом деле. У них есть чем заняться, есть много занятий с ними, программа разрабатывается на каждые каникулы. И многие гости говорят, я выбираю «Роу Мираж», потому что вот я заезжаю, и дети заезжают вместе, а потом мы встречаемся на Чекалоте. То есть у каждого свое пространство. Ну, это я утрирую, конечно, но гости за это тоже нас любят. Водные спорты, потому что у нас вход в пляж, вход в море. И некоторые из них также бесплатные. Завершить нашу презентацию хотелось бы пляжным клубом «Дрифт». «Дрифт» – очень популярное место. И вы заметили, я достаточно уже 3-4 раза сказала «очень популярно», потому что это так есть. Не потому что я работаю в отделе продаж, а вот сейчас, допустим, да, в том году мы уже закрыли «Дрифт» на лето, а сейчас он у нас еще работает. И каждый день приходят люди насладиться вот этой, конечно, бассейнами, когда особенно были они закрыты, а потом открыты, да, бассейном, пляжем, очень вкусной французской кухней, сделать прекрасные фотографии, которые точно получат стопроцентные лайки в социальных сетях. Это все «Дрифт». То есть вот если сейчас до того, как я перейду в «Вану Норли» и вам расскажу, «Ройл Мираж» – это для гостей, которые любят простор, территорию, для которых важен сад, которые любят прогуляться, которые любят либо активный отдых, либо просто как-то насладиться, да. Это если семья, это если у нас очень взрослые люди приезжают, они выбирают «Ройл Мираж». Говоря за «Пальму», в «Пальме» царит молодая атмосфера, молодая энергия. Если по энергиям отличать, это молодая более энергия. И это самое главное, чем отличается, ну и, конечно же, бутиковым подходом. Ну и напоследок скажу, что гостям, которые живут и в «Ройл Мираже», и в «Ройл Минзепал» дается вход в «Аквавенчерс». «Аквавенчерс» в «Атлантисе», пожалуйста, вот до той сумасшедшей атмосферы «Атлантиса» на день вырваться и вернуться в «Райские сады». Пожалуйста, это тоже возможно, потому что это часть «Керснера», да. Это что касается «Ройл Миража». Хотите немножко пообсуждать, если есть у вас вопросы? Если нет, то напишите в чате, я буду продолжать с «Пальмой». «Аквапарк» можно посетить один раз? Нет, в этом году можно посетить. Вот за каждые три ночи. То есть если у вас шесть ночей проживания – два раза, а на следующий год только один раз. Мы изменили это, да. И в целом, если мы посмотрели по статистике наши гости, ну, они действительно выезжают только один раз. За пять-шесть дней они выезжают один раз, потому что, ну, если приезжаешь на семь дней, и хочется идубай там ездить, в шопинг-молл, или на экскурсию, или поехать в Абудави, то есть вот здесь недели живет гость, то действительно один раз им приятно и хочется вырваться на аквапарк. Так, Валерий у нас спрашивает, Валерий спрашивает. Не вижу, что спрашивает Валерию. Не вижу. Вижу, не вижу. Вижу, Валерия Цайн. А что Валерия пишет? Не вижу. Есть зоны только для... Есть зоны только для... Валерия, давайте попытаюсь позже, может быть, прочитать и ответить, потому что вот как-то это сообщение. Для взрослых. А, вот, 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 Свет, спасибо. Есть зоны только для взрослых. В Паласе это бассейн, да, для взрослых. В целом, должна отметить, вот скажем так, есть ли зоны для детей, да, потому что это все такое большое пространство. Для детей есть детский клуб, детский центр возле Арабинкорта, и вот множество их активностей. Все остальное это для взрослых. Ну, говоря за бассейны, допустим, да, в Паласе есть бассейн только для взрослых, да. В Residence Spa в основном останавливаются только взрослые. Меньше детей, абсолютно меньше. Или если есть дети, какие-то там совершенно маленькие инфантенки. Вот. А в Арабинкорте больше семей, поэтому если у вас ищет уединение взрослые, то это больше Residence и Палас, дворец. Ну что, переходим в Ванну и Лизепам, чтобы понять отличия, А, в каком случае можно пользоваться рестораном Брайл Мироши Пальм? Учит, вот, хороший вопрос, Ира, спасибо, спасибо. Вот смотрите. Так как я сказала, что у нас есть полупенсион, то есть полупенсион у вас уже ужин в подарок, правильно? То есть, если вдруг вы хотите поехать на обед, на обед, поехали на Пальму, взяли лодку, поехали на Пальму, у вас 25% скидхи есть. Если вы хотите поехать на ужин, у вас есть 25% скидки, но, как бы, ужин получается уже не бесплатный, у вас просто есть скидка. Если вы живете на Пальме, то же самое, когда приезжаете в Роял Мираж, у вас есть 25% скидка. Вот, поэтому, да, говоря за лодочку, лодочка есть каждый час, но меня часто спрашивают, Юль, а гости вот живут в Роял Мираже, могут ли они поехать на пляж? Нет, потому что, ну, вот они могут поехать на Пальму, только если у них есть резервация на ресторан, в ресторан или в спа. То же самое к нам. Ну, и зачастую, честно, честно скажу, с такого большого перемещения, все довольны тем, что есть. Вот, и если ездят друг к другу гости, это исключительно посетить вот рестораны и спа. Вот, давайте, потому что у нас время осталось немножко, до резервации в ресторан, заранее, должна быть заранее, потому что ресторан пользуется популярностью. На Пальме всего три ресторана, допустим, да, то есть гости уже сами, которые проживают на Пальме, они бронируют заранее, соответственно, хочется порекомендовать, чтобы это было заранее, это очень легко сделать. Если мы говорим за Ван Нолин и за Палму, вы помните, когда я выводила карту Роял Миража, это была большая карта, а здесь видно, что меньше. То есть уже, как говорится, там 440 номеров, здесь всего 94. И вот, чтобы понять, да, вот лодочка приезжает сюда, где вот номер 19 стоит, да, это наш 101 лаунч, ресторан. Багги встречают гостей, пожалуйста, отводят в основное здание. Основное здание мы видим в центре, номер 13 – это большой бассейн, он действительно большой, 850 квадратов. Мы видим 6 особняков, 6 домиков, 6 особняков и видим 4 домика, виллы. Все, это все, это 94 номера. То есть уже из 94, если они полностью, ну, может быть, 200-250 гостей, всего лишь, то есть уже за ощущениями приватности, это точно Ван Нолин и за Палму. И Бутюкова. А, так. Свет, куда мы идем? Идем дальше. И когда вот описывать, если, да, мы видим уже здесь, что это просто стильно. Это стильно, это детально, это хорошо подобрано, со вкусом. Архитектура в андалузийском, то есть испанском стиле. Такое ощущение, когда приезжаешь, что это не просто в отель приехала, приехала на особняк какого-то безумно богатого миллиардера. Это очень индивидуальный подход. Это изящная, красивая архитектура. Когда впервые я увидела этот отель, и мне показывали, то коллега моя говорит, Юля, ну, посмотри, какой красивый свадебный тортик. Он очень так вычурный, красивый, изящный, светлый. Очень много света. И до коронавируса у нас учитывали приватность и комфорт, и после будет тоже, и сейчас. Должна отметить, что Ван Нолин и за Палму сейчас тоже работают, он всегда работал. То есть, если Палас и Ревенкорт был закрыт, то Резиденс и Ивана Нолин и за Палму всегда работали. Пляж 450 метров. По пляжу у меня спрашивают здесь всегда следующее. Юль, что там с водой? Двигается, движется ли вода? Да, потому что мы находимся на мысе, то есть он омывается, и вода циркулирует. Проблем с этим нет. На этом курорте живет душа. Вот вы едете на гольфной машинке среди сада, поворачиваете свой взор в сторону травы и выйдете маленького, мне уже подросшего кролика, и действительно они у нас есть. То есть, эта фотография не просто потому, что красиво, а потому что это есть. Тогда я сказала, что здесь стоит такая молодая энергетика, очень много молодоженов, очень много молодых пар, именно выбирает Ван Нолин и за Палму. То есть, категория гостей здесь, ну, может быть, 30-40 лет. Ну, до 50, до 50 максимум. Размещение. Вот это самый простой номер. Вот самый простой номер, это премьер-рум в основном здании. Что о нем можно сказать? Уже видно, что просторно. Уже видно, что все очень со вкусом оформлено. Это живые цветы, допустим, да, если обратить внимание, это ваза с фруктами. Это иногда, знаете, вот заходишь в отель, и столько всего. И какая-то полочка, и какой-то столик, и на столике ваза, а в вазе еще что-нибудь, что думаешь, боже мой, ну, как всего много. Здесь все очень со вкусом. И дышать есть, чем дышать. А вот есть простой номер, вот такая красивая, безумная ванна, и косметика Аква Депарма. Есть Junior Suite с бассейном, Executive Suite с бассейном. Все. Сейчас они пользуются большой популярностью из-за приватности. На все выходные они полностью забронированы. В целом сезон, я уже, ну, честно, заранее вам говорю, пусть у вас будет много броней, запросов, пожалуйста, рассматривайте и заранее бронируйте. На самом верху здания располагается Grand Palm Suite, односпальный, но большой, 270 квадратов. То есть совсем прекрасным видом на курорт. То есть есть гости, которые приезжают зимовать. И говоря за виллами, то есть видите, все просто. Вот простой есть номер, Premier Room, Junior Suite, Junior Suite, The Pool, Executive Suite, Executive Suite, The Pool. Очень легко, с бассейном или без. Виллы, их всего четыре, три из них двуспальневые, одна из них трёхспальневая. То есть это отдельно стоящее здание, двухэтажное, со своим входом и выходом, да, они даже на расстоянии находятся друг от друга, то есть никому не мешает. Свой бассейн, своя территория, свой сад, выход к морю. Если это двуспальневая, одна спальня внизу, одна наверху. Мне ещё что здесь нравится, мы можем прислать вам план номеров. Не все отели этого дают, да, и свой выход в море, свой выход в море. То есть за accommodation, за размещение мы с вами поговорили, и мне хочется, конечно, уделить несколько слов нашему талантищу, которого зовут Яни Калена. Более очаровательного шеф-повара я никогда не видела. Шеф-повар обычно это, шеф-повар обычно человек, который, для которого сцена это его курс, в кухне. И так как у них там свой мир, я должна отметить, там действительно свой мир полон такого экшена, они очень мало говорят. Они очень механически работают. То есть для шеф-повара выйти и рассказать что-то, это на самом деле целое честное достижение. Но не для Яни Калена. Яни Калена, он настолько обворожительный, настолько обаятельный, а почему я так говорю, потому что я лично посетила одно мероприятие, мы устраивали для гостей, он приезжал, и он общался настолько непринужденно, настолько тепло, настолько запоминающе, что вот, казалось бы, у человека 16 звезд Мишлен, у него, у его ресторанов, а снобизма ноль. То есть он безумно всем нравится, мы устраиваем вечера, мы говорим об этом гостям, и вот эту кулинарию можно, насладиться ей можно. В ресторане Zest всего три ресторана здесь. Ресторан Zest, внутри посадка и снаружи, великолепная кухня, вкусные завтраки, бесподобные смуси, на любой вкус, будь то зеленый, желтый, красный, вот, и, конечно, яйца Бенедикта здесь. Stay, ужин, и стану от ужина, пожалуйста, это как красивое, как это, сравнение такое, значит, идет. Женщина одета в Christian Dior, настолько он красивый, настолько он элегантный, приглушенный свет, такая вот вечерняя атмосфера, французская кухня. И 101 лаунж и ресторан Zest, опять-таки он заведует всей кулинарией, это вот куда лодочки приезжают, есть и лаунж, и ресторан. Своя тема, своя атмосфера, музыка, диджей, и такое ощущение, как будто бы даже, ну, честно, не в Дубае. Да, вот если бы дальше у нас выступала Даша по Мальдиву, я бы сказала, Даша, ну, вот кусочек Мальдива, это в Дубае, это ванн и ноль. Чем еще примечателен ванн и нольный запам? Это, конечно, уникальный спа. Вы все знаете больше меня, что в каждом отеле есть спа. Этим уже никого не удивишь. Ни спа, ни номерами. Но удивить спа от бренда Guerlain с именно такими хорошо подобранными, уникальными процедурами для гостей можно. А и более того скажу, что вот те гости, которые живут в категории номеров сьют, то есть это Junior Executive Suite, да, им вот нужно жить минимум три ночи, чтобы получить каждый день процедуру. Бесплатно. Либо это спа-процедура, либо для волос, либо для кожи, либо персональная тренировка. То есть это есть, это все в контрактах. В Ролло Мираже такое же есть для Resilience Spa Suite. То есть Guerlain Spa, он уникален. Те, кто хочет оставаться активными, пожалуйста, различные у нас есть программы, и аквааэробика, и тренировка, и в воде, и индивидуально, и в группе. Это все есть. А кто не хочет, может просто, просто как мы говорим, овощи, да, овощи на пляже или возле бассейна. Потому что мы живем в таком быстром ритме жизни, что порой на отдыхе хочется отдыхать. Если вы помните, большой был бассейн, да, 850 квадрат, и еще есть вот только для взрослых на территории СПА. Сегодня я хочу, чтобы вы запомнили и обратили внимание вот на эти павильоны, или то, что мы все с вами говорим уже так по-русски, английски, кабаны. Очень актуальны в случае раннего заселения. То есть вот гости приезжают рано, номер мы дать не можем, что-то нужно делать. Предлагаю забронировать одну из вот этих кабанов. У нас их 8. У нас их 8. Это отдельно стоящее здание возле бассейна, да. Внутри полностью аккуратно оформлены. Есть, они полностью кондиционерные, есть телевидение, телевизор, есть своя терраса, пожалуйста, и они прям с выходом в бассейн. Да, то есть это вот прям спасение для тех, кто хочет рано заселиться, а мы не можем заселиться. Коллеги радуются, что я делаю вебинар и завидуют, завидуют черной зависти. Пытаются меня отлить. Вот, поэтому, пожалуйста, запомните кабаны, пожалуйста, для тех, кто хочет приехать пораньше. Ну, их сделано даже не для тех, кто хочет приехать пораньше, а просто кому вот хочется во время своего отдыха дополнительно и забронировать можно. Бодные виды спорта, пожалуйста, тоже есть, как и ваннонные роял-миражи. И также билеты в Аквавенчерс. То есть это вот то, что определяет сам, как говорится, само проживание и незабываемое впечатление гостей. Перед тем, как закончить, хотелось бы рассказать историю. Все мы знаем, сейчас мы живем в уникальный век, мне кажется, 2020 год. Мы все с вами запомним на всю жизнь. Вот. И когда все границы закрыты, стали закрыты, и Дубай закрылся, и Дубай закрылся, у нас остались гости. Остались гости, вернусь в ваннонный роял-мираж, которые проживали в резиденции-спа. И они не могли уехать, не могли уехать, и жили у нас около двух месяцев. Когда они уезжали, они написали письмо. Написали письмо, которое, если я смогу процитировать, говорит следующее. Дорогая команда ваннонный, уезжая отсюда, должна сказать, что мы больше не сможем к вам вернуться, как гости. И дальше они начинают описывать все незабываемые впечатления, насколько им было удобно работать шеф-поваром, насколько шеф-повар удивлял, насколько всегда переносили место завтрака, допустим, чтобы разнообразить. Два месяца, можете представить, да? Насколько команда, которая занимается рекреэйшн и спортом, занималась ими, насколько хаускипинг все их предпочтения учел. И насколько им было комфортно, что они говорят, мы даже не хотим уезжать. Ну так многие гости говорят. Но меня зацепила одна фраза, что когда мы не сможем к вам больше вернуться, как гости, мы сможем вернуться, как друзья. И это говорит о многом. Это говорит о том, что вот настолько складываются теплые отношения между работниками и гостями, что прежде чем забронировать номер, у меня спрашивают, а вот тот батлер работает? Представляете? То есть на самом деле сейчас отдых роскошный, это далеко не комната, далеко не наличие ванны, душа, кондиционера или телевидения. Это то эмоциональное ощущение, которое использует, которое испытывает гость, находясь в том или ином отеле. И я хочу сказать, что когда вы отправляете гостей к нам, я как сказала, 98% людей просто довольны, они довольны вот всем вниманием, ощущением, что они одни такие единственные, что они сюда возвращаются. Возвращаются, а что мне очень приятно вам сообщить, что у нас настолько выстроена политика, что большинство бизнеса приходит через турагентство, что у вас не будет случая, когда вы мне будете писать, за два года я ни одного не получила, что Юля на веб-сайте, у вас там цены, а вот гостю дали то, а у меня дорожек. Не будет. То есть они вернутся к нам через вас. И это самое главное, правильно? Вот, поэтому это то, что касается именно ванны-нонли. Как я сказала в начале своего вебинара, что в Дубае я живу 14 лет, до этого я долгое время работала в другом отеле, и куда бы я ни приезжала в разные страны, на первый вопрос, который я вот спрашивала, ну, с какими еще отелями вы работаете? Мне всегда говорили ванны-нонли, ванны-нонли. И я уже думаю, боже мой, ну что же в этом ванны-нонли такого? Вот пока сам не окунешься, не ощутишь, и не, как говорится, не прочувствуешь. Это все ванны-нонли. Это арабская страна. А алкоголь сервируется только после 12 часов. На завтраках у нас нет игристого вина. Ира спрашивает, на кабана действует фиксированная цена. А, действует фиксированная цена, да, по-часово. Хороший вопрос. Я знаю, есть вот, я знаю, что есть цена за день, но давайте узнаем, есть ли цена по-часово. Я Свете отвечу, Свете напишу. Хорошо, Ир, она вам уже перешляет. И что я напоследок хотела сказать. Вот я, допустим, нахожусь ванном и Royal Mirage, а у меня коллега есть, который непосредственно базируется ванном и запам. То есть нас двое. Меня зовут Юля, а ее зовут Айка. И мы вместе, как говорится, работаем как команда, чтобы вашим гостям было комфортно. Она у нас сейчас тоже застряла в Казахстане, она поехала в отпуск, поэтому я представляю ее отель, как говорится, от ее имени. Но в любом случае, одна цепочка. Но на вопрос по Кабани вернемся. А, заинтересовала, да, все-таки, Ир? Вот, скажите, есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы, что-нибудь еще вам интересно? Или поделитесь, что у вас говорят. Вот у нас Дубай сегодня открыт, а у вас что говорят? Я, конечно, понимаю, что в июле нет. В августе не знаю. Дай бог, вот у нас просто сезон начинается. Начинается в октябре, чтобы в октябре все было открыто. Вопрос есть выше по молодоженам. Ой, давайте сейчас посмотрим технологии 21 века. Видите, вот я нажимаю, он идет почему-то. Я не могу почему-то, вот я нажимаю наверх, а почему-то он не идет наверх. Для молодожен, для бесплатной нужное представить мне не нужно. не нужно представлять свидетельство о браке. Там кто-то расскажет, что о них они мудры. Все. Ой, спасибо большое. Скопировали. Вы знаете, я должна отметить, что этот какой-то новый опыт у меня в моей работе. Разные комнаты, разные платформы, разные соединения, и все разное. То есть есть чему поучиться. Свет, спасибо большое, что вы нам предоставили такую возможность пообщаться. Жалко, конечно, я никого из вас не вижу, не слышу, но, как говорится, будем рады дружить домами. Пусть у вас будет хороший сезон, пусть у вас все гости соскучатся настолько, что будут ездить надолго, надолго. Мы будем запускать предложение «Живи там 10, 12, 14 ночей». Пожалуйста, бронируйте. Спасибо большое, Света. Если у вас будут вопросы, ой, спасибо. Если у вас будут еще вопросы, можете написать Свете, мы с ней уже, как говорится, вместе вам ответим. Спасибо, 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 спасибо. Ой, я рада, что было интересно. До новых встреч и всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok